о да вы ждали этого это снова двр и сегодня не просто необычный выпуск как я говорю а сегодня выпуск когда вы встретите за привет 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 всем здрасте всем привет мы долго готовились к этому выпуску со вчерашнего дня мы ждали его я здесь вы ждали его я ждал до зак вчера узнал меня это очень радует зак привет несколько слов о себе и мы зак молодой харизматичный успешный классный парень скромный тоже как ты 19 лет у нас школ английского языка учим людей помогаем им даем надежды я думаю что у тебя есть что рассказать ты от достаточно открытый человек я это очень ценю да у меня было время когда я на самом деле даже мне кажется поможет людям чтобы наверное понять что если вашего сына какие-то сейчас трудности что лучшее самое что быть это быть ему другом и то есть вот и меня сразу совет иметь дружеские отношения потому что если вы будете на него наезжать эмоционально и так далее просто эгоизм ваш лично вам просто плохо вы хотите на него нарать а ему это никак не поможет и этим никак не решить вопрос и конечно когда я да я типа и тусил наверное да и и и выпивал и что-то такое и что-то хотел быть крутым прикольным парнем то есть очень крутая фраза дьявол знает где где-то будешь ты знает его призвание до того как ты там будешь и начинаете мочить сразу изначально молодого и то есть и так все получалось круто что ты как-то же грубые пропускали в клуб самый крутой и ты думаешь как не то я же вижу что я маленький тогда меня пускают за меня платят за меня у меня угощают ко мне как-то клеятся девчонки и так далее ну что за и как это вообще работает я пойму потом понял когда прошло время что дьявол знает мой потенциал знаешь куда я могу прийти если я буду верующим конечно и он просто он просто начал решить мочить меня еще с детства и и когда ты грубо говоря жил такой крутой жизнью самую и самый вот если все есть и все получаешь но внутри ты просто разломан конечно это на самом деле игру что всегда самая лучшая стадия моей жизни было это когда я работал на стройке 8 часов когда я ел просто вот это бодяжное молоко расскажи про это время почему ты оказался в этом время что что это был за период и как до родители не знали что я тусовался так далее но видели прошло что сможет происходит снаружи да тут не искать что видели что я просто ну как сказать а спу опух же где-то так просто себя вот и они увидели что есть какая-то ситуация вам не и просто сказать тебе нужно поесть уехать нужно поехать куда-то тем же послужить и тогда это получилось я полетел в канаду это был репетиционный центр но я еху принято наркотики такие не делали тяжелой и далее и просто поехал туда послужить посмотреть куда приводит вообще такая жизнь до то есть это не революционный центр как здесь а там богатые люди которые были на коксе на чем-то просто скатывались у них там разводы, у них теряю бизнес и так далее, просто посмотри, к чему это все приводит эта жизнь. Я оттого поехал, и, конечно, вот это самое, такой контраст, когда ты просто, знаешь, в 5 утра подъем, в 6 утра подъем, ты работаешь, ты не можешь есть нормальную еду и так далее, но там я вот пережил, наверное, момент с Богом, вот это знакомство, да, первое такое самое. Это сколько тебе было лет? 17. 17 лет, это прям был момент посвящен, да? Да, да, и я понял, что вот, когда ты вроде все обстоятельства вокруг ерундовые, ты живешь не так комфортно, ты живешь, ну, то есть ты ешь не ту еду, которую хочешь, но у тебя внутри шалом, у тебя внутри крутое отношение с Богом, что тебе настолько все равно, что вокруг, что я понял, что вот это реально самая ценность, когда у тебя внутри шалом, когда у тебя внутри мир. Поэтому ты, ну, можешь призвать, может, к шалому вот искать? Просто, что не нужно гнаться за трендами, не нужно думать, что ты должен тоже, там, если все курят, ты должен, короче, покурить сигарету, если ты думаешь, что все круто пьют, то тебе должен это выпить. Это глупость и сейчас на самом деле самое крутое, самое ценное Это увидеть все, что делают люди и делать наоборот ровно Это будет делать себя уникальным Вот это то, что сейчас круто и модно на самом деле Потому что быть как все, ты окажешься где все А посмотри, где все сейчас, не в лучшем месте Вот, поэтому мысль понятна Да, мне нравится Давай поговорим про твоих родителей Я знаю, что они общались с Данилом, с Тимой Каждый воспринимал их по-своему Кто для тебя отец, кто для тебя мать Что они транслируют в твою жизнь Немного что транслируют Ну, несколько конкретных На самом деле для меня они друзья В первую очередь Это очень большая работа на самом деле То есть быть друзьями и с родителями И с их стороны со мной Но это очень круто, что ты всегда можешь прийти к ним Как к Богу, да, в хорошем плане Что ты можешь им высказаться И да, им будет неприятно, да им будет больно Если ты что скажешь, но ты знаешь, что ты не получишь никогда упрека Ненависти и гнева А ты получишь любовь первая, да? А потом уже, как сказать, тебя в хорошем плане распечатают Да, за какие-то нюансы, которые ты сказал Но ты всегда знаешь, что это делается из-за любви Ты знаешь, что тебя никогда не пошлют И это круто, поэтому для меня они друзья Папа пастор для меня тоже, для меня папа отец Никогда не говорю там, батя или что-то Это огромное уважение к родителям То есть это, конечно, мой просто Бог есть родители Я знаю, что много отец тебе передал мудрости, много наставлений Какие основные, наверное, принципы ты постоянно держишь в голове Когда принимаешь решение какое-то Когда выезжаешь куда-то Какие слова, может быть, наиболее часто у тебя всплывают? Скажу пафосно просто, знаешь, что хочет Бог от моей жизни Знаешь, что на самом деле Это такой, знаешь, когда откровение ты получаешь Наверное, сейчас люди услышат, скажут, ерунда Но когда у тебя это внутри сидит, да, и ты уже получил как откровение Что просто нужно ли это, ну то ли это, что хочет Бог от меня сейчас И все То есть любые ситуации, которые кардинально для тебя, для меня в жизни являются Я спрашиваю сюда, Господь, это ли то, что мне нужно? И вот это, наверное, мой ответ Всегда спрашиваю Да, планы Бога Потому что они лучшие Расскажи о своем самом нехристианском поступке Про их тысячи вообще, ну их так много, что здесь Я не могу сказать, нет, наверное, самого дикого Есть их сотни-сотни Если, ну просто интересные трешовые Я в 11 лет угнал маму машину Это прикольно было В 11 лет я взял огромный, как Кадиллак, да, вот эту вот похожую машину Я просто на ней поехал, подложил какие-то книги Просто там от полиции уезжала и врезался потом Ну, дико, если какие-то, да За большими историями от Зака можете обращаться на его личную страницу У тебя три старших брата Каково это быть, во-первых, самым младшим? Это еще типа три родителя или какие у вас взаимоотношения? И что, ну, как бы вы в них не культивировали, а что ты бы хотел, наверное, видеть в других отношениях между братьями и сестрами? Что ты ценишь мне? Ну, всегда первое слово это уважение Все равно всегда это, то есть это Будь брат не прав, будь я не согласен с его позицией Будет неважно Для меня это старший брат и то, что он скажет, это для меня закон То есть это, ну, то есть это чем я родился, наверное, то, что и к папе, и к братьям у меня это уважение Даже если ты не согласен? Да, даже если я не согласен Я сделаю потом, я, может быть, там, не знаю, приду к папе скажу или я с ним поговорю потом Но если он сейчас мне говорит, допустим, взять, я не знаю, поцеловать его ботинок, я это сделаю Пофиг мне на себя, просто это уважение Для меня это очень важно, вот А второе, это дружба, это опять дружба, то есть мы с ними очень дружим хорошо, это очень круто, на самом деле Просто проводить время с родными, потому что это очень важно, в любом случае Это те люди, которые всегда с тобой, несмотря на то что Их взаимоотношения с тобой, ну, как ты думаешь, они относятся, ну, просто любят там Ну, они офигевают, наверное, от меня, ну, просто я такой нестандартный, наверное, парень И из-за этого, конечно, сложно со мной иногда бывает Но, в целом, любят, наверное, надеюсь Каким ты видишь свое призвание, каким ты его видишь, какой ты знаешь, там, Бог для тебя вложил И что ты хочешь в будущем делать, мы, может, с тобой перезапишем эту программу через какое-то время Посмотрим, как ты отвечал тогда и сейчас Я хочу, я хочу менять жизни людей в лучшую сторону Не знаю, как это, если так коротко, да То есть просто, чтобы люди, общаясь со мной, потом выходили с чем-то, с каким-то ответом на свой вопрос Или с измененным сердцем Ну, ты этим самым хочешь прославлять себя больше? Нет, нет, это Богу, конечно, здесь вообще, здесь при чем тут я? Это не, это точно, точно Божий Конечно, наверное, прикольнее себе тоже круто, что здесь скрывать, да, то есть это Но это все равно, то есть Господь дал мне дар этот, наверное, какой-то, что я хочу его увеличивать Есть ли какой-то момент в христианстве, который тебя сейчас не устраивает? Да, конечно Это лицемерие, это эгоизм, это люди думают о хайпе больше, чем о Боге и других моментах То есть они не могут быть собой, это очень сложно сейчас Люди пытаются здесь быть одними, а потом только выходят за дверь и делают совершенно другое И из-за того, что все так делают, ты не можешь найти человека, с которым ты можешь поговорить, потому что ты думаешь Вау, он слишком идеально, он слишком идеально, ты не можешь найти того, кто скажет Я тоже прохожу через какие-то проблемы, я тоже в этом был И поэтому, наверное, да, тоже классно, что мы можем сказать какие-то моменты, чтобы сказать Да мы тоже там были, да я тоже такой же Потому что сейчас это очень сложно Признаться, снять маску и сказать, я не очень человек Ну, ты видишь решение проблемы, например, ну просто мы сейчас транслируем всему христианскому миру Какое ты видишь решение проблемы? Просто быть более открытым? Да, быть искренним, быть честным, не бояться получить за это не бояться упасть в глазах людей, не бояться быть честным. Ну, то есть, вот, наверное, вот это очень круто было. Ну, вот ты пастор такой, просто... Да, самые крутые проповеди, когда пастор говорит, что я поругался со своей женой, 3 месяца не разговаривал, да, это самое крутое, это прям жизненно, это да, он тоже человек. Ну, это самое крутое, когда ты ходишь, я святый, я такой, ты слушаешь, какой я плохой, и ты не можешь, ты еще все больше закапываешь. Это самое хуже, что может быть, когда люди начинают в себя играть лучшими людьми. Как мне известно, у тебя школа английского языка. Ты сейчас строишь личный бренд. Yes, sir. Это как-то помогает людям, типа, это все для... Ну, как я понял, ты говоришь, что это не для собственной славы. Я сказал, что это для этого как раз таки. Но люди сейчас, как-то ты чувствуешь реакцию какую-то, реальную помощь людям? Конечно, 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 конечно. Я хочу преподнести то, что христианство это круто, и христианство это классно. Чтобы это не было, как бы, знаешь, есть такая тема, что если ты верующий, ты должен обрезать просто все блага мира, все просто быть монахинем и так далее. И, конечно, я через свою страничку, наверное, инстаграм и так далее показываю, что там можно вообще круто отдыхать, круто проводить время, круто быть парнем, но при этом с духовными и правильными ценностями. А отклик от людей-то ловил, ну, как бы, отзывы? Честно, постоянно, ну, достаточно очень много. То есть мне нравится, как меня ассоциируют, да, это Зак, Зак это знает английский, преподает и ходит в церковь, да, то есть это люди все знают, и всегда им это мозолит глаза. Это когда меня встретила девочка. Потом я прихожу, у нас есть такая тема, как чай с пастором, это когда новые ребята приходят в церковь, то они идут к Дену на домашку, получается, едут. И они сидят девочке и говорят, что я пришел в церковь через инстаграм Зака, я увидел его институт. И такое много очень, я всегда выставляю воскресенье и пишу, кто со мной за следующее воскресенье. Пишут люди, я их привожу, и мы с ними сидим, и это круто, это работает. Как ты думаешь дальше развивать это, ну, есть планы на будущее в развитии этого, это будет масштабирование личного бренда еще по стране? У нас есть в компании отдел продакшена, вот, он пока что не так классно работает, но я верю, вот этот человек, и он мне поможет, мы вместе это сделаем, конечно, у него есть много идей. Почему ты решил заняться бизнесом? Хороший вопрос. Ты называешь себя Зак, молодой бизнесмен, все так? Лидер английского называется. Я хочу написать книгу про свою жизнь, да, это такой очень скромный человек. Я хочу написать свою книгу, я знаю, что она будет, я уже начинаю писать, где-то и так далее, я хочу в конце жизни, да, в конце какого-то времени написать. И я знал, что мне нужно в истории своей жизни написать, что 18 лет я перестал брать деньги у родителей. Я должен это сделать, я не могу без этого. И все, я говорю, Господь, мне нужна идея, я не хочу брать деньги у родителей, я хочу 18 лет, у меня исполнил 18, и я молюсь, 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 и я сижу у себя дома, и потом просто приходит какая-то идея, вау, я знаю английский, я знаю, что я могу это быстро дать, я знаю, что это могу классно дать. И у меня начинает просто идея рождаться, как вот Господь, 100% только Господь дал эту идею, никак не я. И я ее реализовал, выложил в Инстаграм, пришло первые 30 человек, 30 тысяч рублей я заработал, я просто... Потом, да, все это сейчас увеличилось до таких масштабов, где там 300-500 человек каждый месяц приходят и получают результаты, это круто. Да, это очень радует. Какие ты видишь вызовы в бизнесе, как это соприкасается с твоей верой? Она как бы испытывается или... Вот, есть очень крутой момент, когда ты хочешь где-то себя чувствовать, ну, проверяешь. Я когда только начинал, у меня девушка прошла мой курс и говорит, верните мне деньги, ну, у нее были проблемы с деньгами или что-то такое. А это мои тоже, я тоже потратил, тоже проблемы с деньгами. И я такой хожу, я не хочу ее возвращать, я ей дал, ну, то есть я ей дал тоже, я с ней сам зазванивался, я сам ее учил. И папа мне говорит на кухне, говорит, всегда возвращай деньги, всегда возвращай деньги, всегда отдавай, чтобы вообще у людей не было никакого негатива на тебя и так далее. Всегда отдавай, это дороже тебе, потом вернется лучше. и это будет сделал и взял это за основу в своей школе что нужно возвращать деньги нужно если человеку не нравится отдавать и конечно тебе больно когда знаешь три человека написала там по 15000 что тебе уже перевести сегодня 45000 рублей и и ты такой но у меня были другие планы на эти деньги я не хочу их отдавать и ты начинаешь вот эта борьба алчности денег и реальных ценностей и ты возвращаешь ты радуешься но при этом плачешь отец сдавал тебе финансовое образование и если да если ты знаешь какие-то правильные финансовый момент ты мог бы сейчас поделиться вот я знаю ты говоришь такую фразу типа бедные платят больше до расширющий проект это когда люди когда люди боятся наши люди из-за что они бедные ну или они они приходят ресторан и они боятся показаться бедными и но в бедное мышление бедное мышление они боятся не хотя бы за больше не берут какой-то лимонад к этому что сказать принесите воды в стакане бесплатную бесплатную воду это и ну что и не стесняешься ты знаешь тебя есть деньги ты не стесняйся и воды бесплатно не бросишь не переживаешь попросить что сделали больше борща не знаю так далее то есть ты более адекватно себя ведешь более наверное раскрепощенный задолжены небедный и и из-за этого люди конечно ну кто-то есть ты получаешь больше как людям выбираться из этого мальция я думаю что нужно приходится до надо приехать к мне очень носок люди человек одевался самый другой держи приходил самый другой отель просто сидел на лобби смотрел на этих людей просто впитывал это это круто когда ты можешь посидеть и просто впитывать вот это вот как люди разговаривают как люди себя ведут которые не добились успеха делают мне нравится эти люди расскажи про твои взаимоотношения с богом как ты это воспринимаешь вот нас опять же смотрят люди которые вообще ну не верующие они не знают типа что типа бог как молиться или что тем более как ты его переживаешь что это такое что это ощущение внутри это мысль какая как это происходит у тебя это просто приятное ощущение не скажешь господь приходит это приятное внутреннее ощущение это чувствуешь теплоту какую-то и ты задаешь вопросы как будто бы себе на самом деле что такие ответы ты сам себе бы не дал ну то есть это нелогично такого голове не было это говорит господь и конечно для меня сам круто это двигаться просто в настроении которого тебе сейчас если ты хочешь выпить чай потому что ваш чай просто сидишь в этом и ты уже с богом про очередь включаешь музыку и ты можешь спать просто включить музыку христианскую и уснуть и круто тоже право решили бога даже солнце но ты тебя посещали мысли что это там психология что это всегда постоянно приходит эта мысль конечно но потом ты видишь какие-то исцеления ты видишь какие-то разрешения внутри себя которые ну то есть я в этом не закрутить какое главное послание ты бы передал вообще но человеку если ты просто вот один раз увидишь и понимаешь что ему нужно что сказать что это будет встретиться с богом очень духовно очень не похож на меня но на самом деле просто если у тебя будут взаимоотношения с богом если будет взаимоотношения с богом личностные то все другие вопросы закроешь потому что у тебя любой момент ты будешь чувствовать что господь что-то говорит и в любой момент будешь чувствовать что те есть вопросы ты можешь задать его самому крутому ментору на во вселенной да это богу и он себя с тобой то есть это момент который на самом деле очень круто потому что ты поймешь свое призвание да это большая проблема ты поймешь как выстраивать отношения больше господь скажет ну вот эти все нюансы, вот это круто, он тебе будет все с тобой, и всем просто закроется, наверное так. Чуть-чуть окунемся в твою семью и как ты будешь ее строить. У тебя будут дети? Я считаю, что жену надо любить, девушку, а жена должна уважать и все. И вот если просто вот два момента и все. А в отношении с детьми, как по поводу наказания может быть? Да, ремнем духа листать уверенно вообще. В честь чего? Раздавать просто плюхи эти. Просто так? Просто потому, что это не жалей розги, мне кажется, на самом деле это крутая мысль. То есть сначала будет больно, самому тебе будет больно от этого, но потом вырастет такой крутой ребенок у тебя, потому что его христа любят. Все так говорят. Ну без садизма, без... Нет, конечно, просто ты, как мне папа, читаешь из Библии, почему это происходит, почему, и потому что я тебя люблю, потому что вот это, вот это, вот это, и ты сам понимаешь, что это нужно и все. То есть, конечно, ребенок будет понимать, за что это и почему. Зак, нам нужно заканчивать. Нам нужно заканчивать. Мне эта передача очень понравилась. Да, что ты врешь. Ну да, действительно. Дорогие друзья, если вам понравилась эта передача, напишите мне, напишите Заку, напишите нам, телеканал ТБН. Мы рады были с вами взаимодействовать, общаться и веселиться. Спасибо вам, на самом деле, дорогие гости, что вы терпите, что вы любите, что вы знаете. Спасибо вам родителям, мы вас очень ценим. Спасибо вам, Зак. Спасибо тебе, Никита, за то дело, которое ты делаешь. Да, ура. Ура. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok